Это программа «День с толком». Итоги первой рабочей недели Нового года подведем снова вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте. День с толком. 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 Среди ваших клиентов есть те, кто замечали вот эти первые сигналы мужской агрессии. Первые сигналы вообще невозможно не заметить, потому что, это что да, это когда повышают голос, когда поднимают на тебя руку. Когда тебя унижают и оскорбляют публично и наедине. Когда жестко контролируют твои действия, да, запрещают что-либо делать. Сигнал пропустить невозможно. Просто отношение к этому у всех разное. Кто-то сразу бьет тревогу, а кто-то надеется на лучшие. Они боятся осуждения. Часто это случается, потому что женщина видела это в своем опыте предыдущем детском. Она видела насилие отца по отношению к маме, она видела или чувствовала насилие по отношению к себе. И тогда ей легче принять то, что происходит, и она с этим готова мириться какое-то время. Когда в квартире, в доме происходит ссора, пара, естественно, разговаривает на повышенных тонах, слишком эмоционирует, а это еще больше провоцирует вашему мужчину поднимать руку. Как нейтрализовать этот конфликт и остаться в живых? Если человек не умеет контролировать свои эмоции, он не сможет сдержаться, к сожалению. Поэтому этому навыку надо обучаться заранее. Умению контролировать эмоции и не поддаваться на эмоциональную провокацию. Своим клиентам я говорю о том, что хлопок невозможно сделать с помощью одной руки. И в конфликте всегда присутствуют двое. Поэтому если конфликт назрел, надо максимально быстро оттуда выйти. То есть выйти прям физически, уйти, либо прекратить коммуникацию. Я не знаю, знакомы ли вы с такой статистикой, не знаю, насколько она достоверна. В интернете пишут о том, что ежегодно от насилия в семье погибают 8 тысяч женщин. Как вот это все-таки предостеречь, изменить? Может быть, на законодательном уровне нужны какие-то рычаги? Лично я помогаю клиентке обратиться к самой к себе, да, бежать к себе. И искать внутреннюю опору, внутреннюю силу. Потому что в абьюзивных отношениях очень часто падает самооценка. И у женщины нет уверенности в себе, она в себя не верит. И моя задача повысить эту уверенность, усилить эту внутреннюю опору. А уже с этой внутренней опорой она готова менять там и финансовые какие-то ресурсы, и еще что-то в своей жизни. То есть вот моя задача про это, да, дать ей психологический ресурс. А затем она уже сама решает, кому она может обратиться за помощью дальше. У нас есть кризисный центр для женщины, достаточно известное учреждение, которое оказывает помощь женщинам. Как не бояться уйти, потому что зачастую боятся преследования, и это случается, находят, ищут и так далее. Как вот не бояться? Может быть, та же полиция, она вообще как-то помогает в этой ситуации? Полиция помогает, и полиция помогает, могут помочь и родственники, и соседи. Главное просить этой помощи, кричать, заявлять, но не умалчивать и не избегать, и не надеяться, что все решится само собой. В Барнауле на неделе простились с трагически погибшей Ярославой Яковец, известным в городе врачом-урологом и преподавателем медуниверситета. Почтить память собрались ее коллеги, студенты и пациенты. По их словам, ушел опытный специалист, успешно совмещающий преподавательскую деятельность и врачебную практику. Лечила и делом, и словом. С такой теплотой сейчас вспоминают о Ярославе Яковец, барнаульском враче-урологе, которая недавно трагически погибла от нападения собаки. Больше 35 лет женщина отдала алтайской медицине и своим пациентам. Они благодарны доктору и по сей день. Это был врач, про которых говорят от Бога. Она всегда делала для пациентов своих больше, чем даже от нее зависело. Позвони ей в любое время, в выходной день, в праздники, даже ночью. Она всегда поможет, она всегда даже на удаленном режиме сначала даст какие-то рекомендации. Ирина долгое время мучилась от пилонефрита. После неудачных походов по клиникам девушке все же удалось найти, как говорится, своего врача. Яковец не просто назначила действенное лечение, но и поддержала пациентку морально. И на приеме в декабре врач со спокойной душой отпустила уже выздоровевшую девушку. В первый раз в жизни, я была у нее много раз, она не назначила повторный прием. Я так еще разворачиваюсь на пороге, говорю, Ярослава Валерьевна, а на контроль-то когда? Она так на меня посмотрела и говорит, Ир, да если все нормально будет, то и не надо. Как будто чувствовала. В канун Рождества Ярослава Валерьевны не стало, но ее знания и опыт будут жить в учениках. Яковец была кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры урологии и андрологии в Алтайском медуниверситете. Женщина успешно сочетала обучение студентов и практическую деятельность. Сейчас многие ее выпускники – известные практикующие врачи. Мы знакомы, наверное, более 20 лет. Все еще началось со студенческой скамьи, с тех пор, как она преподавала и читала лекции в нашей группе на цикле урологии. Мы потеряли одномоментно, мгновенно, прекрасного врача, педагога, человека, который всю свою жизнь положил на Алтай медицины. Ярослава Валерьевна вела научную работу и участвовала в деятельности Краевого общества урологов и Конгресса урологов Сибири. Имела множество наград в своей области. Для алтайской урологии ее уход – невосполнимая утрата, добавляют коллеги. Конечно, она за это время прибыла. Очень большой лечебный опыт, диагностический опыт. Ее любили пациенты. К ней очень многие приходили. Она меняла иногда место работы, все равно ее находили и приходили к ней снова. Поэтому, конечно, это утрата и для службы в целом, и для кафедры. Участвовала доктор Ярослава и в сюжетах телеканала «Толк». Ее экспертное мнение и помощь служили опорой для разных материалов о медицине. Похоронили Ярославу и Ковец на Михайловском кладбище. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. Учительницу, которую осудили за смерть троих детей, отправили в колонию. Речь идет о трагедии, которая произошла в ноябре 2021 года в Тольменском районе. Учительница решила подвезти учеников из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Дети погибли на месте. Тольменский суд приговорил Анну Диринг к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако учительница, которая унесла из жизни троих детей, посчитала, что ее приговор слишком суров. И уже в краевом суде просилась в колонию-поселение. Но приговор оставили без изменений. В итоге Анну Диринг этапировали в исправительную колонию общего режима Шипунова. И еще один судебный процесс недели. В Барнауле прошло заседание по мужчине, который заступился за свою соседку перед приставами. По словам одного из сотрудников, мужчина оскорбил его, вызвав нравственные страдания. История произошла летом прошлого года. Евгений Амеличкин увидел, что у его соседки арестовывают машину. Подробнее о том, чем обернулась инициатива для неравнодушного мужчины, смотрите в нашем сюжете. Если хотите, давайте мы начнем допрос с меня. Я все поясню. Евгений Амеличкин и не подозревал, что за свое неравнодушие окажется на скамье подсудимых. На мужчину завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. Конфликт произошел летом прошлого года. Мужчина заступился за соседку, у которой приставы изымали машину. Во-первых, я вышел, когда увидел, что соседка моя вся в слезах. Он был в форме на одежде. Я подошел спросить, что вообще произошло. Ну, был послан на три буквы. Я удивился, человек в форме. Я говорю, вы вообще предоставьте свое удостоверение, что вы действительно судебный пристав. Я вижу, что человек в слезах. Вы представьте, что вы действительно являетесь сотрудником. Он сказал, я тебе не обязан ничего предъявлять. Удостоверение Евгений так и не увидел. Сегодня на заседании пристав высказался против видеосъемки, заявив, что тактика и методика его работы не для общего пользования и ушей. Виктория Петрова проходит по этому делу как свидетель. Именно ее машину хотели изъять приставы. Женщина одна воспитывает ребенка и выплачивает долг умершей мамы. По ее словам, с каждой зарплаты с нее удерживали 50%. Просрочек не было. И эта женщина может подтвердить выписками с карты. 50% на его дохода их не устраивает. Что они хотят арестовать мой автомобиль, хотя сумма долга уже была небольшая. То есть я выплачивала. Более того, что я была с приставом всегда на связи. То есть я не скрывалась, автомобиль свой не скрывала. То есть Евгений вышел как бы на помощь, так сказать, женщине, которая в принципе не знала, что делать в этой ситуации, как себя вести. Жильцы дома вызвали полицию. Отстоять машину все же удалось. Эта история разлетелась в СМИ. В комментариях люди отмечают, что Евгений хотя бы не прошел мимо и проявил гражданскую позицию. Мужчина говорит, что не оскорблял пристава, так как сам 20 лет работал в органах и понимает, что за это грозит. Но Гончаров заявляет, что Евгений унижал и оскорблял его, отчего ему горько и противно. Пристав даже плохо себя чувствовал и долго переживал. Кроме того, Гончаров требует возместить моральный ущерб за нравственные страдания в размере 20 тысяч. В деле есть еще один нюанс. Один из приставов на предварительном следствии дал показания, что он слышал, как Амеличкин якобы оскорблял Гончарова. А на очной ставке этот свидетель уже говорит, что знает об оскорблении только со слов самого Гончарова. Все эти показания приобщены к материалам дела. Также Евгений утверждает, что пристав его ударил по руке, когда подсудимый закурил. Если я действительно что-то нарушил, значит он должен вызвать полицию, чтобы составили протокол, что в общественном месте его здесь курют. Как он поясняет, с его слов опять же, что он просто вытащил и выкинул эту сигарету. Хотя было по-другому. Он нанес удар по руке, когда рука была возле лица. Написал заявление я, написал он, написала Петрова. По нашим заявлениям были отказные материалы сделаны. А вот по его заявлению почему-то приняли такое решение. Добавим, что следующее заседание по делу назначено на 26 января. Телеканал «Толк» будет следить за этой историей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Из аптек пропал ряд важных лекарств. Впервые власти официально признали проблему с поставкой медпрепаратов. В частности, Федеральный Росздравнадзор в своем телеграм-канале опубликовал информацию о том, что некоторые лекарства из-за повышенного спроса могут доставлять в аптеке страны с задержкой. Ведомство уточняет проблема в логистике поставщиков и производителей. Наша съемочная группа решила выяснить, испытывают ли сегодня дефицит препаратов барнаульские аптеки. Амоксицелин и клавулановая кислота – вещества популярного антибиотика, который отпускают по рецепту врача. Но сейчас в аптеках найти его сложно. Фармацевты Барнаула объясняют это сезонным подъемом заболеваемости и покупкой многими горожанами препарата «Про запас». Между тем, Минпромторг на днях заявил, лекарства с импортными компонентами могло уйти с рынка из-за сокращения поставок в Россию. Фармацевты предлагают российские аналоги, но не во всех отечественных препаратах есть нужное действующее вещество. Амоксицелин нету. Некоторое время их перестали присылать. Могу предложить только амоксицелин, то есть без клавуановый кислот. А чем нет амоксицелин? Я думала, что с логистикой вопросы, потому что их сейчас не присылают, а все остатки раскупили. А вот то, что с логистикой, это не за санкции могут? Возможно. Но с кем-то еще препаратами есть сейчас проблемы? Ну так точно не вспомню. Синозаноксан, например, были вопросы, да, его точно не было. Элепсин исчезал тоже, он сейчас постепенно появляется, где-то полгода, наверное, не было. А это что за препарат? Мы обошли несколько аптек и во всех подтвердили, что сейчас есть проблемы с наличием целого ряда препаратов, не только антибиотиков. Дефицит ощутили и горожане. Иногда придешь с назначением врача, половина таблеток нет. Противовирусные тоже. Когда мне нужно, я обзваниваю много аптек. Также жители края замечают нехватку жизненно важных препаратов и лекарств узкого спектра действия. Они тоже периодически исчезают с полок аптек. Пульмикор, его сейчас нет нужной дозировки нигде практически. А он для чего? Ну для астматиков. Для астматиков. Это зарубежный препарат? Да. Тяжело сейчас достать его? Ну, кое-где есть, в государственных каких-то аптеках, а в частных практически нет. От неба тоже просрочки были большие. Пришлось покупать на свои деньги, да. Ну, сейчас, в конце года, дали все. Удивительно. А то приходишь, нету, нету, нету. Как бы у мазепина, это противоэпилепистическое средство, но я не себе брал его. Его не было, да? Не было. Вообще нигде? Нет. Федеральный Росздравнадзор подчеркивает, что в данный момент принимаются действия для улучшения ситуации. Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств аптечной организации. В региональном подразделении надзорного ведомства по телефону нам пояснили, что за обеспеченность препаратами несет ответственность Крейвоминздрав. В последнем подчеркнули, что их компетенция – исключительно медикаменты для льготников и пациентов-стационаров. Хватает ли лекарств для этих категорий в нашем регионе? Официальный запрос об этом мы направили в ведомство. Что касается дистрибьюторов частных аптечных сетей, они обещали дать пояснение на следующей неделе. Пока же с их слов известно, что, возможно, скоро мы столкнемся с дефицитом жаропонижающих свечей субупрофеном. Сейчас эта проблема остро стоит в Москве. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а барнаульцам, видимо, стоит лучше укреплять свой иммунитет, чтобы не обивать пороги аптек. Я хожу на ужню здоровья, поэтому как-то в аптеки очень редко хожу. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. А между тем, вторую волну гриппа ожидают в крае уже в конце января или начале февраля. В прошлые же годы второй пик заболеваемости гриппом приходился на февраль-март. О сегодняшней эпидобстановке в регионе рассказал глава Краевого Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, эпидемия гриппа традиционно проходит в два пика. Сначала это грипп штамма А, это и зимой свиной грипп H1N1. Теперь ему на смену идет грипп типа Б. Он протекает не легче, чем его предшественник. Специалисты отмечают, что в данный момент, сразу после выхода зимних каникул, в крае стало расти число заболевших детей. А вот среди взрослых прирост по гриппу и ОРВИ пока незначительный. Здесь хотелось бы все-таки еще раз обратиться к той профилактике, которая необходима в виде вакцинации. Мы видим значимо меньшее и меньшее последствия у людей, кто привились от гриппа. Более легкое течение. Это не значит, что это исключает заболевание, но более легкое течение. Сегодня говорить о том, что заболеваемости не будет в январе, феврале, марте мы не можем. В то же время заболеваемость в крае коронавирусом низкая. По этой причине на днях сократили коечный фонд в ковидных госпиталях с 99 до 49 коек. Это самый минимальный объем коечного фонда. Три пациента у нас находятся в отделениях реанимации с поражением ковида. По сути дела у нас остались койки в городе Барнауле. По краю мы их переформатировали и работали в обычном, привычном формате. Продолжила звучать и тема тарифов за коммуналку. Так, на горячие линии по вопросам оплаты ЖКХ поступили десятки вопросов от барнаульцев. Такую активность горожане проявляют после получения коммунальных платежек за декабрь. Начисления в них неприятно удивили. И люди с явным опасением ждут квитанции за январь. Некоторые жалуются, что сумма за отопление выросла сразу в три раза. Насколько обосновано такое повышение и могут ли расходы на коммуналку в ближайшее время еще вырасти, выясняла наш корреспондент Валентина Аскерова. Когда получили квитанцию, конечно, сами ужаснулись. То есть, если в ноябре мы платили 840 рублей, то за декабрь пришла квитанция 3100. Почти в три с половиной раза у Юлии Григорьевой выросла плата за отопление. Девушка была шокирована. О повышении тарифов ЖКХ она, конечно, знала, морально готовилась. Но когда в канун Нового года получила платежку, от праздничного настроения не осталось и следа. В принципе, я думаю, это для любой семьи накладно. То есть, заплатить 3100 рублей только за отопление, то есть, это ощутимо для любого бюджета. Мы не живем в каких-то там таунхаусах, которые оплачивают свои квадраты. То есть, мы живем в девятиэтажке, как говорится, средний класс. Для нас это, да, ощутимо. Ощутимо для большинства барнаульцев. Так, председатель ТСЖ Константин Емешин проанализировал потребление тепла за четыре последних года. Сравнительная таблица у вас перед глазами. Если кратко, то в декабре прошлого года потребление тепла оказалось рекордным – 247 гигакалории. Единственный способ это регулировать отопление в квартирах – это задвижки на батареях. Поскольку, когда задвижки закрывают, а основная масса квартир не экономили и не делали этих задвижек, когда меняли батареи. Другая жительница Барнаула Наталья Эрград не столько удивлена новыми ценами, сколько неправильным начислением. По словам женщины, ресурсовики, в частности, теплоснабжающая организация, произвела начисление по новым тарифам с 20 ноября по 20 декабря. Хотя официальное повышение произошло с 1 декабря. Тариф 2488 рублей за гигакалорию должен действовать с 1 декабря. То есть отопление по этой цене рассчитывается именно с 1 декабря. Но у нас часть в платежку декабря попадает часть ноября, которая должна была рассчитываться по тарифу 2241 рубль 44 копейки. Почему ресурсовики часть ноября посчитали по новому тарифу, непонятно. ТСЖ и управляющие компании сейчас разбираются в вопросе. А жители, в свою очередь, надеются на перерасчет. Между тем, совсем скоро людей ждет еще один удар. С 1 января этого года выросла плата за капитальный ремонт многоэтажек. Раньше с квадратного метра по капремонту платили 5,96, а сейчас 8,92. А вот то, что капитальный ремонт повысится, да, вот это вот совершенно полнейшее. И вот, да, я думаю, вот где тарифа совершенно не обоснованная. Есть дома новые, которые совершенно не требуют таких средств на капитальное вложение. Есть дома старые, да, где, наверное, должен быть такой тариф. Получается, что новый тариф за коммунальные услуги запустил цепную реакцию. Идет серия повышений, ее уже не остановить. Совсем скоро, уверены жители, увеличится и строка за текущее содержание дома. К коммунальному рабству пока предела нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И вот больше трех тысяч подписей за последние дни собрали жители края против роста тарифов ЖКХ. Своё обращение авторы планируют направить председателю правительства России Михаилу Мишустину. Известно, что документ подписали не только барнаульцы, но и жители Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Белокурихи и Заринска. В своём обращении горожане требуют отменить прошлогоднее постановление правительства, которое позволило поднять тарифы второй раз за год. Лишить губернатора края право поднимать предельно допустимый индекс тарифов. Ограничить их рост на каждую из услуг ЖКХ отдельно. И кроме того, авторы отмечают, что глава региона ни разу не воспользовался правом понизить предел роста тарифов. Подчеркнули также, что в нашем крае самые низкие зарплаты и пенсии, а население вынуждено брать кредиты на покупку твёрдого топлива. Дрова, к примеру, стали самыми дорогими в Сибири по итогам 2022 года. Глава регионального народного фронта Сергей Войтюк предложил один из вариантов выхода из ситуации с ростом тарифов на коммуналку. Распределить платёж за зимний период на 12 месяцев. Сумма останется, конечно, прежней, однако морально оплачивать станет легче, считает инициатор идеи. Можно распределить это всё равномерно? Равномерно, получив такой псевдольготный тариф. Вроде как, условно говоря, действующее законодательство этого не запрещает. А это реально? Это сложнее регулировать, но, наверное, это реально. Надо тогда готовить людей к тому, чтобы они поняли, что всё равно достаточно длительное время приучали к тому, что при наличии прибора учёта у вас летом строчка по отоплению ноль. А здесь нужно тогда просто разъяснять, что она будет распредна. То есть вы просто здесь не доплачиваете в январе, в феврале, условно говоря, в марте, в апреле, когда потребляете, а часть суммы переходит. То есть это просто тарифное ведомство должно вместе с ресурсовиками рассчитать эти форматы. По крайней мере, что касается концессии, это точно работало. Что касается ценовых зон, я здесь не готов. Здесь всё-таки отдельная регуляторика. Хотя можно всё это рассчитывать, прорабатывать, потому что было бы желание. В крае началась подготовка к одному из главных православных праздников – крещению. Его отмечают 19 января. Уже известно, что основные мероприятия в Барнауле пройдут на реке Опи в районе речного вокзала. Будет и крестный ход, начнётся он от Знаменского монастыря. На речном же, как обычно, возведут крещенский городок, снежную церковь и купель. Там уже исследовали пробы воды на соответствие санитарным нормам и сделали замер льда. Сейчас его толщина 55 сантиметров, что является безопасным. Всего в крае оборудуют около 40 купелей на крещение. К примеру, на озере возле Борзовой заимки и на озере Пионерска. А в Рубцовске купели в традиционном месте не будет. После оттепелей лёд на реке стал небезопасным. Точный список мест для купаний сформируют к 16 января. На каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, хоры помощи и полиции. Добавлю, что об ограничениях, связанных с ЭПИД, обстановкой речи пока не идёт. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545 через несколько секунд. О погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok